25 вопросов о войне. Люберцы присоединились к всероссийскому проекту «Диктант Победы». Два года назад по поручению президента Российской Федерации он был запущен партией «Единая Россия». В округе диктант писали на пяти площадках. Главной, как и в прошлом году, стал музейно-выставочный комплекс. Все подробности далее. Когда началась Великая Отечественная война, знаковые события и великие полководцы тех лет. На эти вопросы Алина Смокота отвечает без отруднений. Говорит, в школе очень нравилось изучать историю, в том числе и период Великой Отечественной. В диктанте «Победы» Люберченко участвует второй раз. Не ради победы, а ради памяти о тех событиях. В принципе, нет сложных вопросов. Если вы проходили базу до девятого класса, какую-то информацию брали в одиннадцатом классе, в десятом, то это, в принципе, очень даже легко. Что-то нам рассказывают наши бабушки, дедушки. Поэтому, в принципе, нет ничего сложного. Организатор диктанта «Победы» – партия «Единая Россия» при поддержке российских исторического и военно-исторического обществ. В этом году большинство вопросов связано с первым этапом Великой Отечественной войны. Это прекрасная возможность всем проверить свои знания. И прекрасная патриотическая акция для того, чтобы люди знали свою историю. И, зная историю, развивается в человеке патриотизм, любовь в своей стране. Это очень правильно и здорово. В Люберцах диктант «Победы» писали на пяти площадках. В общей сложности в нем приняли участие около 300 человек. К акции присоединился министр физической культуры и спорта Московской области Куратор Цур Люберец Роман Тюрешков. Он ответил на все 25 вопросов. «Историю нельзя не знать. А если где-то мы запнемся, то в любом случае каждый, придя домой, захочет себя и перепроверить, и изучить историю. И каждый раз, каждый год, когда будут проходить подобные мероприятия, мы уже будем более ответственно к этому относиться, читать учебники по истории. Что сделает нашу победу великой и переписать, и обесценить ее будет невозможно». Итоги станут известны 24 июня. Победителей пригласят на Парад Победы 2022 года. А выпускники школ, правильно ответившие на все 25 вопросов, получат дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы.